МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомель. У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у этого выпуска. Парламентская кампания 2019. В Гомельской области зарегистрированы 46 инициативных групп по сбору подписов выборщиков. Напередо Дни свята. Завтра Гомеля значить 877 день народжения. Роу моторов и крутые повороты. Сегодня отбылся областный конкурс профессийного майстерства сирот водителям. А зараз об этом иншим больше подробно. У Беларуси завершился черговый этап выборчей кампании. Учера был опошний день подачи заяв на регистрацию инициативных групп кандидатов у депутаты Палаты представников. По информации округовых комиссий, на территории Гомельской области подадено 56 таких заяв. Але одна из них потом была дозванная самим претендентом. Постанье на сегодняшнюю ранницу зарегистрированы 46 инициативных групп. 37 из них будут сбирать подписы за беспартийных кандидатов. 9 за представников политических партий. Регистрации остатних групп отбудется на протягу продулеженных законом 5 дн. По истечении этого срока будут приняты решения о регистрации, ну либо о нерегистрации, если будут на то основание инициативных групп. Но пока все поданные заявления на данный момент зарегистрированы, которые были рассмотрены, все зарегистрированы инициативные группы. Дальнейшим этапом избирательной кампании – это образование участков до 15 сентября. В окружных комиссиях зарегистрировано более 40 наблюдателей. В основном это общественные организации, наиболее активные – Белорусский республиканский союз молодежи, профсоюзные организации. Достаточное количество наблюдателей выдвинуто гражданами. Кроме того, имеются 5 наблюдателей от Белорусского хельсинского комитета. Завтра у Беларуси пройдет шарговая промая линия мясовых органов у Лады. У Гомельским облаканками «Звороты грамадян» будет принимать керавник справа Лена Кличковская. Номер телефона у Гомели – 33-12-37. Промая линия працует с 9 до 12-1. В этот час на связи будет первый наместник старшини Гомельского гарвы канкама – Александр Сивакову. Номер телефона – 33-09-59. Протягиваем выпуск. Генеральные репетиции, открытия дня города и подрыхтовка основных пляцовок свята. Гомель заутро отзначит 877-й день народжения. Наши корреспонденты проехали по улицах областного центра. Початок святкования у 11 годин ранницы на набережной Ракисош. Гэта будзе масштабная музычная театрализованная дзея. Только непосредных удельников, каля 2000 человек, самых розных узростов – ад школьникал до пенсионеров. Протяглась прологу 45 хвилин. Арганизаторы обецаюць – будзе вельми цикава. Дарыши распрасовка сценарей подшылась ясши некальки месяцев тому. Непосредные репетиции проходили два тыдни. Сё не отбылась апошня генеральная. Главная задача – показать красоту, энергетику, желание делать город краше, симпатичнее. И только зависит всё от нас, от нашей молодёжи, от тех, кто сегодня живёт в нашем городе. Город начинается с себя, город начинается с меня. Вот главная тема нашего пролога. Святошные плясовки будут просовать во всех районах города. В Советском районе свято разгорнится на улице Мележа. В Чугуночном – на проспекте космонавтов. В Новобелецком – в зоне отпочинку пруды. У сквера имя Громыке открыться инклюзивный квартал, який объединяет людей с обмежеванными физичными махчимостями. Тут же пройдет так званый виноградный фестиваль. Свою продукцию проставить прихильники выросшивания этой ягоды. Городский кубок «Самый моцный гамильчанин» разыграют на площади Ленина. Масштабная идея отбудется каля ледового палаца. Тут у першинюх истории проведения дня города у 12 годин дня почнется мясмолфест с фудкортами, мастер-классами, дегустацией и навытуластными грошима – фесткоинами. Их можно будет отримать за перемогу в конкурсах и у наступном обменять на продукцию предприемства мясомолочной компании. Профессионалы в своем деле, это наши технологи и профессиональные повара, будут готовить продукты, которые у нас производятся. Это будет великолепный мраморный стейк разной степени прожарки. Наконец-то нам объяснять не просто как в кино, дайте нам с кровью, без крови, а как это правильно все делается и подается и готовится. Будут настоящие хот-доги, готовить Жлобинский мясокомбинат, стейки, Калинковичский мясокомбинат. Ну, Гомельский мясокомбинат известен своими бургерами, поэтому будем пробовать их. Молочные предприятия будут работать в основном с творогом и сыром. Это фестиваль наш региональный, но в республике такого не было. Драйв и адреналин. Сегодня у Гомеля за звание самых кемлевых, остерожных и худких взмагались водители разных видов транспортных средств из всего региона. Каля 45 человек демонстровали свои веды по правилах дорожного руху, уладкованне автомобиля. Самой видовищной часткой конкурсу стало с поборництва по маневрованне. Марина Джалая с подробязностями. Олена Мятельская – одиная женщина в Беларуси, кайкируя автотранспортной организации. В конкурсе «Удельничая у першинюм» для директора филиала «Гомель Абл Аутотрансу» особная номинация. Хоть водительский стаж Олены перевысил 20 годов, у Сюрона перед стартом крыху хвалюется. В соревнованиях я участвую первый раз. В прошлом году не участвовала, а всего я около двух лет директор филиала. Сколько за рулем лет? 21. Скажите, вот сегодняшнее соревнование волнуетесь ли вы? Хотите ли вы показать класс мужчинам? Класс показать, конечно, хочу. Ауто с поборництвы «Гомель Абл Аутотранс» ладит 4 годы за пар. Пришим к этой неделе, я кажусь, галочки идти из провоздачи. Водители, яким что день доводится курсировать шостей за все по одних и тых же маршрутах, воспринимают такие конкурсы, як махчимость проявить себе, доказать, на что сдатные. Перамога аматоров руху окрыляя, а у остальных активизуя мотивацию удосконаливаться. Соревнования мы проводим для популяризации, в первую очередь, профессии водителя автомобиля, для того, чтобы водители могли показать свои навыки, которые они в ходе трудовой деятельности приобрели. Также могли посоревноваться, отлеживаться от повседневной деятельности своей. общаться с своими коллегами из других районов. У якости приз опера можете отримать необходимые у штуденной працы водителям инструменты. И все ж таки, лепш, как транспорт не ломался и до пункта призначения приезжал своечасово. Марина Джала, Александр Харлампов, телерадио, компания «Гомель». Творчие люди за уседы, зразумеют один одного. Сегодня у «Гомеля» протягнулись и литературные дожинки 2019. У ГДУ имя Франциска Скарыны помеж письменницкими организациями Беларуси, России и Украины были подписаны договоры об супрационнистве. Аналогичные домовленности действовали помеж литературными суполками разных славянских регионов пять годов. Зараз термин их дня скончился, и надо ишел час подписать новое. Причем на этот раз их стало на три больше. А это значит, что для литераторов открываются новые макчимости по духовным и культурным развитию и узбогачению. Это проведение совместных творческих встреч, мероприемствов, взаимные визиты поэтов и прозаиков, святы и фестивали. У каждого из трех народов свои литературные отметности, а ле культурологичные карани адзиныя. Головное – это взаимопрагникновение литератур, взаима узбогачение и, скажем так, допомога один одному у пропаганде мастацкой литературы, яке створается в сучасный момент. 15-го вверсня в Беларуси будет означаться День библиотек. У Гомельской области зараз працует 491 установа. Только в минулом году их послугами скорыстались около 500 тысяч читачоу. И такая личба. Библиотечный фонд Гомельской области налишевая прикладно 8 миллионов экземпляров. Зараз проводится работа по створению регионального каталога. Это позволит каждому же хору отримать доступ до необходимого выдания. При том, что сирот их есть действительно уникальные. Так, у голодной библиотецы в области заховывается самая маленькая у Беларуси книга по мерам усягу 6 на 9 миллиметров. Другий таки экземпляр есть только у национальной библиотецы. До речи основу фонду Гомельской ленинки складая уникальная библиотека генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича. У свой час она лечилась одной из левших у Российской империи. Шматлики о перемоге наших установ у республиканских конкурсах, а так само по величине за 4 опошние годы колькости наведывания у Амаль на 17% усвечать библиотеки, по раннейшему запотребованные громадством. Даже самые маленькие, самые отдаленные населенные пункты, и пусть они мало населены, они все равно без книг и без журналов не остались. Потому что у нас есть библиобусы, которые обеспечивают сельское население в дальних населенных пунктах. Какой бы ни был интернет, но взять книгу в руки и почувствовать шелест страниц и вчитываться в строчки книги, а не просто интернет-ресурсы, перетягивая странички, это совершенно даже другое ощущение. И мне очень хочется пожелать всем работникам библиотечной системы абсолютно долго своему делу, чтобы были абсолютно искренними читатели и, конечно, чтобы понимали, что самые главные книги это книги, которые прославляют твою страну. Убачить самые разностайные куточки нашей планеты без визы межау запрашает Российский Центр науки и культуры в Гомеле. Там презентовали выставу фото Мастака Станислава Янчарского. Мастеру довелось побывать в 43 краинах света. Экспозиция запрашает подороже по Исландии, Индонезии, Чили, Норвегии и других далеких краинах. А разом с тем можно убачить краеведы Беларуси и соседней России. Усяго больше за 40 пейзажных фотосдымков. Зусимхудка коллекция пополнится свежими работами. 27 сентября я вылетаю в Иран. Мы с севера до юга выходим две недели, снимаем. В пустыню Сахара, в Алжир мы летим, снимаем. И, ну, по крайней мере, почти, наверное, решенный вопрос, это Мьянму. Раньше называлась Бирма, азиатская страна. Вот ноябрь месяц. То есть вот страны, которые в перспективе для того, чтобы к вам приехать уже на следующий год и показать уже новые фотографии, новые страны. Гости, которые отрапили на открытие выставы, скорыстались омогчимостью погутарить с фотомостоком, подекавиться профессийными секретами, а так само проглядеть фильм-презентацию. Гэты, а так само и иншые новины, вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tverhomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Оперативники Гомельского РОВД нашли подозреваемого в хищении цепей могильных оград. Им оказался ранее судимый за совершение кражи 40-летний житель Гомеля. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в конце августа мужчина снял цепи с оград на кладбище в поселках Красный Маяк и Барок, а через две недели начал продавать похищенное. Реализовывал товар мешками. В одном было 60 килограммов, в трех других – по 30. Часть отдал в скупку черного металла. Остальное – жительница одной из деревень Гомельского района. Именно там сыщики и нашли цепи. Материалы проверки по всем фактам о совершении хищений переданы в Гомельский районный отдел Следственного комитета. Выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В Жлобине произошел пожар, в результате которого сгорело 5 тонн соломы. Сообщение о возгорании из кирды соломы в поле около районного центра поступило в службу спасения накануне вечером. По прибытии спасатели локализовали и ликвидировали пожар. В результате огонь уничтожил только 5 тонн соломы, 85 было спасено. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара поджог. Еще один пожар произошел в Рогачевском районе. Там, неподалеку от деревни Старый Кривск, горел кормоуборочный комбайн, принадлежавший местному агропредприятию. Водитель пытался справиться с пожаром самостоятельно, но не удалось. Спасатели ликвидировали возгорание. Огонь повредил моторный отсек, кабину и два колеса комбайна. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия – механическое разрушение узлов и деталей комбайна. В Хонинском районе локализован лесной пожар на площади 50 гектаров. Возгорание обнаружили около деревни Ломыш. Для ликвидации возгорания было задействовано 53 единицы техники и 283 человека. В процессе тушения с вертолета осуществили 10 сбросов воды. Борьба с огнем продолжалась практически всю ночь. На утро сегодняшнего дня пожар локализован. Огнем повреждено 50 гектаров. В Брагинском районе при попытке самостоятельного тушения пожара мужчина получил ожоги. В деревне Гдень горел деревянный сарай. На момент прибытия спасателей хозяин находился во дворе. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали, но постройка была уничтожена. Хозяин дома получил ожоги. Он госпитализирован в Брагинскую районную больницу. Водитель и пассажир служебного автобуса избили велосипедиста в Мозыре. По предварительной информации, пассажир автобуса ПАЗ плюнул из окна и попал в велосипедиста. Мужчина догнал автобус на остановке и попытался разобраться с обидчиком. В результате водитель и пассажир избили Мозырянина, повредили и его велосипед. Хулиганы на автобусе скрылись с места происшествия. Пострадавший обратился в милицию. Сотрудники РОВД нашли тот злополучный автобус и установили личности нападавших. Возбуждено уголовное дело. В Гомельском районе автомобиль съехал в озеро. Сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении легковой машины поступило в службу спасения. Сотрудники МЧС установили, что водитель ДЭУ не справилась с управлением и съехала в озеро возле деревни Тереничи. Работники МЧС при помощи лебедки вытащили авто. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра пройдут матчи второго тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Центральный поединок состоится в Гомеле. БЧ ждет в гости сильнейшую команду минувшего сезона «Столицу». В стартовом туре, напомню, обе дружины праздновали победы. Поединок пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 14.00. В РЗ играет на выезде соперник. Еще одна команда из Минска – «Динамо БМТУ». У студентов в графе набранных очков – ноль. Вагоностроители в первом туре сыграли в ничью с «Витеном». Светлогорские ЦКК и Минск замыкают турнирную таблицу. Их очный поединок пройдет в Светлогорске начало в 14.00. После перерыва возобновляется чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. Стартует 21-й тур завтра. Представители нашего региона играют в воскресенье и понедельник. 15 сентября на поле стадиона «Юность» в Мозыре начнется матч между Славией и столичным энергетиком БГУ. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. В понедельник состоится только один матч. Игровую программу 21-го тура закроют Витебск и Гомель. Противостояние пройдет на поле «Северян». Начало в 19.30. Заслуженный тренер Беларуси по дюдо Владимир Асин отмечает юбилей. 60 лет оставаться в спорте вот уже на протяжении полувека Владимиру Владимировичу помогает, как это ни странно, спорт. Ежедневно в его графике две тренировки с молодежью. Все приемы и броски он показывает сам. Даже в день рождения он с грустью отмечает, что его оторвали от тренировки. Воспитанники заряжают тренера энергией, а он делится своим опытом и помогает им совершенствоваться. От них я черпаю ту энергию, которая необходима мне для жизни. И я им возвращаю это в том, чтобы они у нас будут, как говорится, я думаю, что выигрывать не только Европу, мир, и опять же Олимпийские игры. Этот вид спорта сделал меня, в принципе, человеком, я скажу, личностью. Среди его учеников Владислав Тимошенко, Михаил Петров, Егор Трухан и, конечно же, олимпийский чемпион Игорь Макаров. Владимир Асин увидел в семилетнем Макарове задатки будущего чемпиона и довел до самого Олимпа. Все, что я знаю, все, что умею, это он. Ему спасибо огромное. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.